Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Высоту Левогороди. И, как всегда, я вас приглашаю на кухню. Я хочу вас сегодня познакомить с необычным способом маринования огурцов. Способ очень интересный. Огурцы действительно очень хорошо стоят. Вот сзади меня как раз-таки эта консервация сделана этим способом. Она уже у меня дома, в помещении, в тепле. Вот при такой жаре сейчас уже стоит 2 недели, и ничего с ней не происходит. Что нам потребуется? Нам потребуется соль, песок, огурцы, уксус 9% и, конечно, банка. Какая будет литровая, трехлитровая, без разницы, какая у вас будет банка. Я в данный момент буду делать в трехлитровой. По этому рецепту, именно здесь техника приготовления огурцов. Но рецепт у вас может быть любой. Вот в мариновании, какой вы используете, сочетание соли, сахара. В данный у меня момент это будет 3 столовые ложки соли на трехлитровую банку, без горки. И 4 ложки песка. Ну что ж, давайте приступим. Для начала нам надо поставить на плиту уксус. Не удивляйтесь, 9%. Я вот беру всегда такую кастрюльку, и у меня в нее умещается примерно где-то 2 литра уксуса. Вот сейчас в этой банке вы видите, уксус, это уксус. Он немного мутноват, потому что после окончания консервации я уксус переливаю в банку и до следующего приготовления. Что я делаю? Я беру сейчас уксус, налью в кастрюлю. Кастрюлю включу. В саму банку, в данный момент у меня будет трехлитровая банка. Я насыплю 3 столовые ложки соли без горки и 4 столовые ложки песка. Я говорю, как вы привыкли делать, пожалуйста, так и делайте. Я просто хочу вам в данный момент показать технику приготовления маринованных огурцов. И что огурцы действительно не взрываются, и получается все очень удачно. Да, кстати, вот потребуются вот такие щипцы, для того, чтобы огурцы с уксуса можно было доставать. Что мы делаем? Уксус вот начинает у нас подогреваться. Берем огурцы, отрезаю я плодоножку и кладу их в уксус. Огурцы будут находиться в уксусном растворе. Уксус сейчас начнет кипеть до тех пор, пока они поменяют цвет. Вот так сейчас видно, огурцы, видите, меняют цвет. Мы их складываем в банку, прикрываем вот так крышкой и порциями продолжаем огурцы бланшировать в уксусе. Следующую порцию огурцов я снова закладываю в банку. Ну, все зависит от того, что вы можете и больше закладывать огурцов, да. Но мне удобнее делать вот такими порциями и закладывать в банку. Мне это делать вот так удобнее. Огурцы можно бланшировать, кастрюлю прикрывать вот крышкой, чтобы, если вас не раздражает там запах уксуса, испарение уксуса, крышечкой просто прикрыли и все. Уксус, когда я прекращаю консервировать, и он мне не нужен, чтобы его не выливать каждый раз, я вот сливаю вот так в банку. В банку прикрываю крышкой и вот так я храню уксус до следующего раза. Вот так подготавливаем огурцы. В банку мы кладем сразу соль, сахар, как положено. Уксус мы больше добавлять в эту банку не будем, потому что огурцы бланшировались в уксусе. Теперь нам только остается банку залить горячей водой и закатать. Заливаю огурцы кипятком. Вообще, конечно, удобнее всего сделать маринад. Я делаю так, просто я сейчас вот готовлю на индукционной плитке. Я делаю так, в одной кастрюле у меня кипит уксус, в другой кастрюле соль с сахаром. И все это стоит на плите и очень удобно и очень быстро. Сейчас я вам покажу, так как соль я сахар сыпала на дно, вот так слегка банку покатать, чтобы соль с сахар растворился. Поэтому я говорю, удобнее, конечно, сделать маринад. Смотрите, переворачиваем. Все. Огурцы готовы. Все это очень быстро и удобно. Я просто еще раз говорю, у кого есть вытяжка, работаем с вытяжкой, с уксусом. У кого нет вытяжки, прикрываем кастрюлю. В общем-то, кому как удобно. Но огурцы вот уже видно. Вот видите, какие они хрустящие. Ничем не накрывать их не надо. И стоят они прекрасно. Я думаю, вот как раз таки тем, кто только вступает на тропу консервации, вот этот рецепт, именно техника приготовления огурцов, я думаю, вам понравится. А с вами была Юлия Меняева на канале Восаду Левогородия. Пока-пока.